Жемчужная Россия, Анапа, убитые пляжи, мы сейчас с вами смотрим. Происходит гниение на огромнейшей территории. В этом видео вы ее полностью все увидите. Стоит жуткая вонь, бедные люди. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в Джимате. Сегодня мы с вами посмотрим тополиный проезд. Здесь находятся элитные санатории, такие как Урал, Ривьера, Аленс, Па, Фэмилии, Ресорт. С этой стороны у нас Бемлюк находится, и с той стороны у нас Голубые Ели. Мы сейчас в Кали, Филе отдыхали. Это автокемпинг и возможность парковки здесь есть. За ним санаторий Мечта. С той стороны МВД санаторий Родни. Солнышко, жара стоит, людей много. Знаете, что мрачает? Я стою на Пионерском проспекте, у нас небольшой морской бриз, моряк, ветер зашел, и здесь воняет говно. Почему? Потому что в море беда. Здесь вот такие вот паровозчики, есть пешеходный переход непосредственно с светофором. Здесь вот кафешечка, тротуарчик, по которому мы с вами пойдем в море. На территории Голубых Ели автокемпинг находится, и там можно припарковать свою машину за денежку и пойти на пляж отдыхать. Конечно, если бы там было все так хорошо. Я совершенно недавно снимал на пляже Давиле, и оттуда начиналось черное болото. И здесь было самое проблемное место. Прошло уже, ну, реально неделя, то есть посмотрим, что там сделано, потому что запах-то остался. Можно купить шашлычок здесь по 120, цинина-баранина, 200 курица, 80 стоит и на напитки ценники. Есть огромный выбор товаров курортного ассортимента. Вчера рассказывала женщина одна, что нарисовали своему ребенку татуировку небольшого 6-сантиметрового единорожка за 4 тысячи рублей и прям возмущалась. Ну, честно, у вас недорого еще попросили, бывает и дороже, поэтому всегда говорю, друзья, сделав какой-нибудь, и перед тем, как сделать какой-нибудь себе там тату или там вообще услугу заказать, всегда уточняйте конечную стоимость продукта. Вы слышите меня, пожалуйста, не портите себе настроение. Чем ближе к морю, конечно, вонь, тем больше усиливается. Столовые суши и шашлыки, и можно посмотреть, почему здесь ценники. Борщ с мясом 300 грамм и 40 мяса за 100 рублей. Ну, вот такие цены. Все за стеклышком, все как вы любите, то есть, чтобы все было красиво. Ощущение, что мы не на море идем, а на сероводородные источники. Ролл и паста пицца, white fish называется, натуральные вины кубани, и еще одна столовая есть. До моря тут крайне близко, приехать сюда можно 140-128. Парковки, кстати, здесь вот бесплатные, сделали так, чтобы невозможно было припарковаться. Можно посмотреть цены. Тиборейк у нас 100 рублей. Шаур-мамбар, 200 рублей. Людей ждут машинки, чтобы увезти их с пляжа. Это Славянка, например. Здесь есть флагман, чтобы машины не заезжали на пляж. И только ходить по досточкам. И торговых точек прям очень много. И есть туалет, пожалуйста, 30 рублей. Хочу не смеяться, потому что тут воняет просто. Справострадный пляж Авдовини находится. По прямой у нас я вижу черные берега. Элитный отдых с запахом дерьма. Йок-макарек, куда мы идем, ребята? Это просто жесть. Затянули слишком долго с уборкой пляжа и получили то, что получили. Йок-макарек. Ой-ой-ой, мама, кто это? Ой-ой-ой, мама, где это? Дети пытаются почистить пляж. Офигеть. Вот такого я прям не ожидал, ребята. Ай-ой-ой, у меня просто без комментариев. Как запах, пацаны? Я пол. Почему? Не нравится? А что ты делаешь, скажи? Дорогу купим потом. Реально, дорогу? Ты прям думаешь, получится? Да. Не лучше обойти? Вон справа, вон, смотри, видишь, там дальше чистая вода пошла, где люди купаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Прям вот только сейчас трактор выгоняет эту жуть из моря. То есть она все перегнила. И вы можете увидеть, что вот такая прям грустная картина. Повторяюсь, пляж со стоимостью отдыха. Ну, от 40-50 тысяч за номер в сутки. В сутки, ребята. Вот так вот сейчас выглядит здесь. Не сказать, что это шок-трэш-контент, наверное, ничего не сказать. Это, по-моему, полный обздец, короче, ребята. Amelie Family Spa Resort. Али. Заплатили за отдых, такие бабки приехали вот к такому морю. Но, честно, обойти можно вот туда дальше. Там чистое море. И там где-то тоже, в районе Давида, мы помним, что были чистые берега. Песец. Просто песец. Смотрим на пляж Давиля. То есть на него тоже вынесла вот эту черную жижу. И туда дальше, в сторону Апы, мы видим, что пляжи почище. Ну, и теперь возвращаемся. Вы видите, что из техники работает только один трактор на пляже Давиля. Вот сейчас мы пролетаем на Кулице и Кольцевой. Это там, где дельфинарии, проход к морю. И никто не купается, ребята, на таком протяжении огромнейших пляжей. Это на самом деле хорошо. Потому что ротовирус это меньшее, что можно получить от гниющих водорослей в море. Это очень грустно, что такие вещи вообще у нас происходят. И действительно, вы видите, какие объемы. И всего лишь одна единица техники. Один человек справляется с ней. Реально ли это убрать? И за сколько это убрать? Или это действительно чисто так, как вчера приходила прокуратура. И для того, чтобы показать, что мы ведем уборку. В общем, друзья мои, я считаю, что нельзя доводить до такого состояния. Вот люди все ходят сюда вот на этот пятачок искупаться. Потому что здесь вода становится почище. Это уже родник, проход к морю, кристалл. И долетели до пирса. Ну и в обратную сторону немножечко. Жалко, конечно, очень жалко. Все вот эти пляжи. Обидно смотреть на наше, так сказать, золотое побережье. Которое приносит баснословные доходы всем предпринимателям. И к нему такое вот бездушное отношение. Хочется, конечно, видеть совершенно не такую картинку. Вот представьте, люди заплатили 33 тысячи минимум в сутки. Вот сняли бунгало. Но здесь тоже стоят отдельные деньги на этом пляже, чтобы тут отдыхать. Вот машина ручкой. Кто-то просто пришел на лежачке полежать. И такой запах стоит просто невыносимый. И это убийство наших пляжей, убийство нашего курорта. Ведь хочется, чтобы люди к нам всегда возвращались. Подошли только что мои подписчики. Ну и говорят, что платят они здесь за свой отдых. 33 тысячи за номер стандарт на двоих и с ребенком. Дети до 12 лет считаются бесплатно. Приходится ходить, купаться он в ту сторону. Но, говорит, они даже в отеле чувствуют этот запах. Сегодня пошел ветер. И прям с утра, как говорится, чувство отдыха в Анапе пошло, дорогие друзья. Говорят, что возвращаться сюда не будут. Звучит это прям очень грустно. Я вам объясняю, ребят, смотрите. Ну там же Красин говорит, ну блин, такие бабки платим сутки. А у нас моря нету. Вот наши лежаки говорят, а мы должны вот туда идти. И я действительно понимаю, за такие деньги хотелось бы, чтобы не неделями убирались эти пляжи, а моментально, как только случилось, сразу прибежали с лопатами, вилами, граблями, все разобрали. Прикиньте, да, 10 номеров, 330 тысяч в день. То есть за 300 тысяч группа людей могла бы убрать этот пляж руками, вынести. Поверьте, за эти деньги никто бы даже не запарился от того, что ему там это надо было бы обрабатывать. Но у нас в итоге для вида работает один трактор. А что он сделает с таким объемом дерьма в море, дорогие друзья? Ну, это не оно, наверное. Это просто водоросли, которые смешаны с ним и немножко гниющие. В общем, такая грустная картинка, дорогие мои друзья, на пляжиках Ривьера, Адавия, как мы видели, Урал, Славянка. В общем, туда, в сторону родника. Идите, купайтесь и море наслаждайтесь. С вами был Юрий Азаровский. Обязательно сделайте репост максимальный, чтобы как можно больше людей об этой проблеме узнали.